здравствуйте все рад что нашли время это очередной семинар который мы проводим пока еще не все подключились кто заявлялся но давайте подождем еще минуту 2 но если нет то будут догонять надеюсь что нас меньше не потому что у кого-то случился какой-то форс-мажор а просто так получилось надеюсь опять же что все вы все ваши близкие знакомы все в добром здравии и настроение немножко вызывает удивление что как бы вот этот семинар вызвал меньше интереса потому что обычно случилась ситуация ровно наоборот когда людей было намного больше семинар по механическим расчетам чем на семинар по фитингу ну если нас меньше то результат будет лучше так друзья предлагаю наверное начать потому что уже время идет и не будем затягивать и так мотив нашей сегодняшней встречи это разбор и знакомство с программой механических расчетов которые предоставляет компания молекор напомнить всем что эта программа она абсолютно бесплатно для ее использования необходимо просто зарегистрироваться на странице и вам будет выслан вход пароль и имя пользователя регистрация очень простая и легкая и это все делается буквально за несколько минут суть этой программы не для того чтобы убедить вас или проектировщиков или грубо говоря человек который будет проводить и использовать эту программу проводить расчеты а для того чтобы как убедиться что то над чем мы работаем ну будет давать необходимый нам результат и так предлагаю перейти к рассмотрению самой программы вот надеюсь все видят наша программа давайте все закроем чтобы нас ничего не отвлекало и таким образом это основная страница программы здесь мы заходим так как я уже зарегистрирован у меня сохранен пароль я захожу во внутрь программу и здесь различные проекты на которыми мы работали и так далее заранее хочу прокомментировать следующее сейчас вы видите что программа которую я вам показываю на английском языке в сложившейся ситуации сейчас подавляющее большинство специалистов с которыми я сталкивался говорят на английском но тем не менее для работы на российском рынке наверное это не самая удобная версия программа и и скажем так из-за ковида программа еще не сделана не переведена на русский язык это было предусмотрено сделать в текущем году 2020 но из-за накладок которые случились не вышло надеемся что в следующем году даже не надеемся есть твердая уверенность есть сомнения по срокам или это будет начало или чуть дальше года но программа будет доступна на русском языке именно поэтому я настоял на необходимости этого семинара чтобы люди уже могли ознакомливаться с работой программы и впоследствии уже использовать ее на русском языке пока это можно делать на английском и и все будет замечательно в левой части программы вы видите рабочие поля и рабочий меню то есть здесь есть опция задать вопрос различная вспомогательная документация оценить программу приложения то есть вот это вспомогательная часть программы в верхней части вы можете видеть расчеты которые уже проводились или проект давайте перейдем к созданию нового проекта убираем проекты и создаем новый проект здесь у нас появляются сразу поля которые необходимо заполнить как видите это довольно обширно но ничего сложного здесь нет ну давайте дать им название проекта ну пусть это будет проект x страна россия пусть это будет не ставропольский край а ну давайте что что вам нравится или ну давайте это будет северная сеть на данный момент опять же очень важно отметить что компания использует уникод и русский шрифт она не распознает если мы напишем по-русски северная осетия то впоследствии программа будет выдавать ошибку поэтому на данном этапе мы пока все пишем латиницей выберем город ну пусть у нас будет такая странная ситуация и в северной осетии у нас будет город омск например адрес ну давайте выберем что это будет улица строителей к примеру почтовый код 3x а здесь мы можем ввести что угодно и здесь выберем для кого проводится этот расчет ну давайте выберем что у нас проектная организация и назовем ее маликор компания также предлагает опцию в этих расчетах прикрепить какое-то изображение этим изображением может быть или логотип компании производящей расчеты или возможно какая-то фотография региона где это делается каким образом мы нажимаем выбрать архив и он автоматически вас выводит и вы можете найти то изображение которое вы считаете нужным ну так как у нас маликор прикрепим логотип компании маликор если мы довольны всем что мы ввели и готовы идти дальше мы нажимаем на кнопку сохранить данные и нам появляется сокращенная версия меню того что будет находиться в шапке последующего рапорта некоторые поля мы оставили пустыми если без них мы можем продвигаться вперед ничего с этим страшного не происходит если же какие-то поля необходимы к заполнению то они высветятся и вам их надо будет дозаполнить подтверждаем и далее у нас появляется следующий экран как мы назовем наш проект давайте мы его назовем ну грубо говоря если у нас длинный участок трассы обычно используется расчет по секциям потому что условия в каждой секции могут отличаться таким образом для одного и того же проекта может быть несколько расчетов давайте назовем секция номер один дальше у нас идет номер проекта и в этой графе необходимо выбрать применение здесь различные форматы применения которые доставка питьевой воды канализация противопожарные сети ирригация или другое какое-либо применение ну для нашего примера давайте выберем наверное давайте пусть это будет орошение ирригация далее у нас идет секция где необходимо выбрать тип инсталляции который мы будем проводить как вы видите здесь может быть классическая траншея с одной трубой далее может быть другой тип траншей и так далее и так далее в данном случае рассматриваются две трубы в траншеи на одном уровне две трубы в траншеи на разных уровнях для примера предлагаю выбрать опцию стандартную траншея с одной трубой когда мы все выбрали переходим дальше к заполнению данных сохраняемся и у нас открывается вот такое меню безусловно когда мы находимся на стадии просчета возможной траншеи у нас уже проведены предварительные оценочные работы и мы знаем приблизительно какая труба нам нужна какой диаметр то есть уже некая предварительная работа проведена и в данном случае я предлагаю перейти к использованию трубы пусть это будет пятисотый диаметр в двенадцатом давлении мы выбираем это поле и нажимаем на него автоматически здесь у нас появляется диаметр трубы и давление которое мы выбрали чтобы перейти дальше с каждого экрана необходимо нажимать на кнопку сохранения данных если мы этого не делаем когда мы доходим до конечной стадии которая находится вот здесь это расчет и демонстрация результатов если эти данные не сохранены то программа будет выдавать ошибку и любое изменение или внесение каких-либо новых данных проходит через стадию необходимости сохранения новых данных которые мы вводим сохраняемся у нас появляется зеленое поле которое говорит что сохранено все верно и переходим к следующей вкладке здесь у нас идут данные по нашей траншеи прошу внимательно относиться к информации которая появляется справа здесь показаны все высоты и все размеры и углы которые мы должны обозначить программе чтобы она правильно произвела расчеты ниже у нас идут другие особенности программы то есть здесь нам будет необходимо указать рабочее давление в сети уровень грунтовых вод если они присутствуют и программа автоматически при расчете грунтовых вод будет указывать дополнительное давление которое осуществляется на трубу этими грунтовыми водами опять же если эти грунтовые воды проходят над верхней частью нашей трубы скажем так норматив рассматривает грунтовые воды как дополнительное давление на нашу трубу и здесь нежелательно относиться спустя рукава и вводить данные лучше так как оно есть но для нашего случая давайте выберем высота траншеи от нулевой точки до верхней части нашей трубы ну пусть это будет приблизительно 1 метр 20 сантиметров ширина траншеи давайте это будет метр угол уклона стенок траншеи тоже фактор важный давайте это будет у нас 65 градусов глубина прокладки трубы это очень важный фактор потому что чем глубже труба у нас проложена тем лучше сохраняются ее физико-механические характеристики и меньше она страдает от нагрузок которые идут от поверхности но это фактор который необходимо очень хорошо взвешивать потому что в зависимости от глубины траншеи увеличивается опять же стоимость работ которые необходимо проводить при укладке опять же если мы говорим об укладке в городской черте или в какой-то местности например как ирегация например сельхоз земли глубина может варьироваться если у нас полностью отсутствует какое-то движение нагрузки дополнительные на трубу от верхней части траншеи то зачастую труба прокладывается на малую глубину до метра если же у нас предусматривается какое-то движение автомобильного транспорта или дополнительные какие-то нагрузки то чем глубже мы уходим тем лучше это для трубы рабочее давление ну предлагаю прописать в данном случае пусть у нас будет 7,5 атмосфер грунтовые воды ну скажем так эта ситуация наверное не не самая обычная и не всегда она присутствует но тем не менее наверное для нашего примера мы их использовать не будем но здесь грубо говоря все понятно необходимо указать высоту грунтовых вод и программа автоматически выдаст то дополнительное давление которое они будут указывать на верхнюю часть трубы также необходимо понимать что вот в данном случае мы указываем рабочее давление 7,5 атмосфер здесь может возникнуть вопрос рабочее давление необходимо указывать с учетом возможного гидроудара или без учета ну это грубо говоря решение которое должен принимать человек который производит эти расчеты потому что скажем так ну это такой момент который должен зависеть именно от персонального решения потому что скажем так наказывать всю инсталляцию избыточным давлением наверное не самое правильное в данном случае мы используем трубу 12,5 атмосфер при рабочем давлении 7,5 атмосфер опять же у программы присутствует коэффициент безопасности просчитывающий различные негативные варианты и для этого примера я буду считать что мы защищены от возможного гидроудара после ввода всех этих данных опять же нажимаем на кнопку сохранить данные у нас появляется зеленое поле который говорит что все правильно сделано и переходим к следующей вкладке следующая вкладка это по подушке которая будет грубо говоря основой для укладки нашей трубы ранее программа использовала норматив который обуславливал норматив который используется это всем знакомый АТВ А127 в России он также используется для расчетов по прокладке трубы в траншеи ранее программа давала две опции это опция А и опция Б опция А здесь мы видим тип А это когда это материал привозной для подушки и тип Б это если материал собственный материал траншеи настолько хорош что нет необходимости привозного материала в январе 2020 года были произведены изменения в нормативе и сейчас норматив подразумевает использование исключительно материала типа А то есть привозного какой-то мелкофракционный возможно это песок или гравий но что-то привезенное извне для прокладки для использования в качестве подушки для трубы норматив дает четыре опции 60 градусов 90 градусов 120 градусов и 180 градусов 180 градусов но это подразумевает большое количество привезенного материала который закрывает трубу приблизительно для середины но в нашем случае давайте наверное возьмем не самую дорогую не самую дешевую версию и предложим нашей трубе лежать на подушке которая будет предлагать ей опору в 90 градусов далее опять нажимаем на кнопку сохранить данные зеленое поле и переходим дальше здесь мы находимся с вами в зоне засыпки тут мы видим схематический рисунок нашей траншеи норматив делит всю зону вокруг трубы на различные участки как вы видите участок Е3 и Е4 это грунт в котором произведена траншея зона Е2 это засыпка то есть та часть которая окружает нашу трубу и зона Е1 это верхняя часть траншеи чтобы выбрать типы почвы норматив определяет четыре различных варианта самые благоприятные это мелкосыпучая почва абсолютно без слепаний без различных вкраплений и так далее и самый скажем так малокомфортный вариант это G4 это почва с краплениями возможно какими-то органическими частями плохо упрессованная скажем так и исходя из этого нам необходимо выбрать если мы опустимся ниже у нас здесь определены четыре зоны Е1 Е2 Е3 Е4 как мы говорили с вами раньше Е3 и Е4 это базовый грунт который можно считать хорошо запрессованным потому что это натуральная почва и за время слеживания и так далее близость компактации в этих частях приблизительно составляет 100% поэтому давайте сейчас мы определим зону Е3 и Е4 чтобы это сделать мы их выбираем отмечая здесь и сейчас эти зоны у нас находятся скажем так в процессе рассмотрения теперь нам необходимо выбрать тип почвы безусловно выбор типа почвы предусматривает что у нас были какие-то геотехнические изучения то есть мы знаем приблизительно о чем речь на том участке который мы сейчас рассматриваем если же у нас этих данных нет то опять же какую-то общую идею о том какова почва в этом регионе нам все же необходимо иметь ну предлагаю выбрать наверное не самый удобный не самый плохой средний вариант давайте выберем G2 и для зоны Е3 и Е4 у нас будет стопроцентная компактация опускаемся ниже и здесь у нас уже появляются данные убираем наши метки и эти данные сохраняются далее нам необходимо выбрать зону Е2 и Е1 отмечаем зону Е2 это та часть которая будет окружать непосредственно нашу трубу и давать ей опору как по бокам как в нижней части так и в верхней части в идеальном варианте было бы хорошо произвести дополнительную компактацию здесь скажем так искусственно произвести компактацию до состояния 100% ну наверное это скажем так довольно сложно наши технические специалисты не рекомендуют уходить в зоне Е2 дальше чем 95% ну скажем так здесь задача никого не обмануть мы безусловно можем поставить стопроцентную компактацию и у нас выйдут расчеты что у нас все замечательно и абсолютно без проблем но как бы задача этой программы не никого не обмануть а именно дать результаты максимально приближенные к реальной ситуации поэтому я предлагаю выбрать тот же состав почвы и компактацию 95% здесь у нас сохранилась информация убираем пометку и эта информация уже записана далее идет зона Е1 для зоны Е1 обычно используется та же земля обратная засыпка которая была вырыта из этой траншеи ранее поэтому так как мы определились изначально что у нас зона G2 здесь у нас не будет никакой компактации мы помечаем компактацию 85% просто обычная засыпка данные у нас неправильные ваш коллега все испортил давайте возвращаться что мы сделали не так мы не провели пометку зоны Е1 поэтому возвращаемся зона Е3 зона Е4 выбираем компактация 100% проверяем у нас здесь все сохранено отмечаем зона Е2 выбираем компактацию 95% сохранилось и зона Е1 помечаем и теперь делаем как это правильно сделать все теперь у нас обозначена обозначены все значения для всех четырех зон также необходимо знать программа дает информацию об об удельном весе земли исходя из данных которые у нее есть и из норматива но если у нас произведены геотехнические работы и мы знаем удельный вес кубометра почвы то здесь мы его можем изменить грубо говоря прописав какие-то данные которые у нас получены но если этой информации нет программа выдает усредненное значение сейчас мы можем пройти вперед но программа нас вернет потому что мы не выбрали тип засыпки типы засыпки опять же если вы посмотрите когда мы находим наступаем стрелкой на первый тип в левой в правой стороне экрана у нас появляются данные из норматива о том как это работает то есть здесь четыре различных типа засыпки траншей первый это полная компактация по слоям второй тип компактация зоны вокруг трубы третий тип засыпка полностью полностью с последующей компактации сверху и четвертый тип это засыпка обратная засыпка без какой-либо компактации скажем так для нашего примера мы выбрали все-таки растительные системы и будем наверное использовать второй тип опять же не самый лучший не самый идеальный но и не самый худший безусловно если прокладка у нас идет в черте города там условия будут меняться и скорее всего там будет необходимо полная компактация всех слоев потому что в черте города впоследствии это будет закрываться или или асфальтом или там не знаю какими-то облагораживающими конструкциями и чтобы не происходило проседание в городе наверное будет необходимо полная компактация ну у нас идет прокладка на сельхозугодьях поэтому мы оставим скажем так вторую версию для прохода далее необходимо также сохранить данные сохраняем данные у нас появляется зеленое поле что все данные у нас выбраны и переходим к следующей вкладке вкладка движения ну это очень важный момент здесь необходимо выбрать будет ли у нас двигаться транспорт по верхней части то есть над нашей траншеи если вы посмотрите есть несколько различных опций есть концентрированные нагрузки это когда весь вес транспортного средства концентрируется в одной точке как колесный транспорт здесь вы можете выбрать тип транспорта который будет проходить сверху над нашей траншей и норматив определяет пять различных типов грузовики весом 12 тонн 26 39 опять же количество осей и так далее другая опция это распределенный вес распределенным весом у нас получим под распределенным весом мы понимаем транспорт как возможно гусеничный когда вес распределен по определенной плоскости опять же здесь будет необходимо указать длину поверхности по которой распределен вес и так далее и в этом окне мы можем выбрать наличие или отсутствие какого-либо покрытия ну для нашего примера на данном этапе я предлагаю не использовать ни какое-либо покрытие никаких нагрузок транспорта хотя дальше давайте наверное все-таки для примера посмотрим что что мы можем сделать и так сохраняем данные и переходим к результатам проводим расчеты и здесь у нас будут появляться расчеты предварительные расчеты которые мы проводим тут необходимо понять что такое коэффициент безопасности норматив декларирует два коэффициента безопасности тип а и тип б коэффициент безопасности в случае а 2.5 коэффициент безопасности в случае В чем разница? Грубо говоря, это более пермиссивные или менее пермиссивные варианты. Для нашего случая давайте будем делать все хорошо и будем рассчитывать трубу по максимально жесткому варианту, чтобы она у нас лежала под коэффициентом безопасности 2,5. Расчеты у нас произведены. Давайте еще раз просчитаем и начнем рассматривать, что у нас получилось. В данном поле мы видим те данные, которые мы вводили изначально с данными проекта. Здесь у нас появляется то изображение, которое мы прикрепили изначально. И здесь мы видим, что результат у нас положительный. Появляется зеленое поле, которое говорит, что наши расчеты верны, и труба под данными условиями может спокойно лежать. Далее у нас появляются вводные данные, опять же, по высотам, по самой трубе, все характеристики трубы, которые мы выбрали, появляется рабочее давление, отсутствует информация о грунтовых водах, как вы помните, мы ничего не вводили, высота траншеи, ширина, угол стенок. То есть в этом блоке появляется вся информация, которую мы ввели, описывая ту траншею, где будет прокладываться наша труба. Здесь у нас появляются в этом блоке информация о типах почвы, которые будут использоваться, отсутствие транспорта, о чем мы говорили, отсутствие какого-либо покрытия. И здесь мы переходим уже к самим результатам расчетов. Чтобы было понимание, норматив допускает деформацию до 5%. В данном случае деформация трубы составляет 0,362%, что соответствует всем нормативным документам, и труба может лежать. Далее появляется информация о средней краткосрочной перспективе. То есть есть краткосрочная и долгосрочная перспектива. Различие. Когда труба лежит сразу после укладки, неделю после укладки, на нее появляются определенные нагрузки, и программа их просчитывает. В данном случае коэффициент безопасности у нас был 2,5. Здесь он составляет 5,77, 6,36 и 5,0, что, соответственно, намного выше лимитированных значений. И коэффициент безопасности по разрушению 42,92. На краткосрочную перспективу наша труба не дает никаких проблем. Переходим в долгосрочной перспективе. Здесь, опять же, деформация трубы составляет 0,4%, что абсолютно допустимо по норме. И в долгосрочной перспективе вы видите, что цифры изменились, они ушли вниз, но они по-прежнему намного выше, чем 2,5. Соответственно, наши расчеты, и в таких условиях труба может лежать. Далее у нас появляется возможность сделать или короткий, или детальный рапорт наших исследований. Давайте создадим детальный рапорт. Вот здесь появляется документ, который можно распечатать или сохранить, и впоследствии предоставлять, где мы сочтем нужное. Здесь появляется вся та же информация, все, что мы только что рассмотрели. Опять же, у многих может вызвать недоумение и, скажем так, не совсем положительные эмоции тот момент, что информация все же появляется на английском языке. Но, как я говорил ранее, впоследствии все это будет переведено, и рапорты, и сама программа будет работать на русском языке. Ну, сейчас предлагаю, этим не будем заниматься. Закрываем эту страницу и возвращаемся к нашим расчетам. Что-то может быть не совсем удобным, и давайте сейчас усложним нашей траншеи жизнь. Давайте вернемся к пункту транспорта. И пусть у нас будет колесный транспорт, то есть концентрированные нагрузки. Ну и для начала пусть это будут малые транспортные средства. Выберем, не знаю, какой-то грузовик на двух осях с весом 12 тонн. Этот грузовик, опять же, на переднем колесе, на изначальной точке у него будет нагрузка 20 кН. На задней оси, на точке будет 40 кН. Вот такой транспорт у нас появился, и он проходит над нашей траншеей. Мы сохраняем данные и переходим к рассмотрению результатов. Необходимо произвести расчеты. Производим расчеты. И у нас сразу же появляется информация о том, что рапорт не может быть распечатан в связи с тем, что расчет выдает ошибку. Давайте посмотрим, в чем же проблема. Опускаемся ниже. Здесь у нас появляется все красное. Просто нам программа семафорит, что у нас есть ошибка. И ищем, где у нас возникли проблемы. Все положительные расчеты у нас появляются в зеленом цвете. Если где-то возникает ошибка, она будет помечена красным квадратом. То есть на краткосрочную перспективу деформация трубы намного ниже 5%. Положительный момент. На краткосрочной перспективе, опять же, все показатели у нас превышают 2,5%. То есть через неделю функционирования на данном объекте никаких форс-мажоров не случится. И здесь мы переходим уже к долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе деформация будет у нас 0,93%, что, опять же, допустимо по нормативу. А вот значения к излому, да, то есть к деформации трубы в верхней части и в нижней части трубы, они у нас ниже того коэффициента безопасности, который у нас был выбран в 2,5%. Сейчас необходимо принять решение. Как нам дальше быть? Сама программа предлагает различные варианты решения проблемы. Если мы поднимемся выше, здесь у нас появляется кнопка «Изменения для того, чтобы расчеты были скорректированы». Если мы сюда нажмем, мы никаких решений не видим, мы нажимаем на кнопку «Просчитать». И здесь у нас появляются разные опции. Первое, что нам предлагает программа, это изменить класс безопасности. То есть если мы его опускаем на 2, то наши расчеты становятся верными. Следующая опция, которую нам предлагает программа, это чтобы давление в трубе было ниже, не 7,5, а 4,9 атмосфер. Следующая опция, которую нам предлагает программа, это углубить транши до 1,85. Еще одно решение, которое может быть, это использование трубы давлением 20 атмосфер. Или изменение подушки до 180 градусов. На любую из этих опций, если они нам кажутся приемлемыми, мы можем нажать вот здесь, и она автоматически будет применена к нашим расчетам. Как вы понимаете, любое из этих решений предусматривает под собой дополнительное финансовое вливание в работы по укладке этой трубы. Здесь нам самим необходимо принять решение, что было бы наиболее оптимальным для нашей ситуации. Я предлагаю поискать другое какое-либо решение. Давайте поищем и подумаем, что мы можем сделать. Возвращаемся назад. Здесь наша труба 500 мм диаметром, давлением 12,5. Если мы уходим на 20 давление или на 16, как вы сами понимаете, это все приводит к увеличению себестоимости самой трубы. Возможно, не самые легкие, не самые желательные варианты. Давайте сохраним данные и переходим к траншеям. Наша траншея. На данный момент высота от верхней точки трубы до точки 0 у нас составляет 1,2 метра. Я предлагаю углубить. Давайте уйдем на 20 см, что с моей точки зрения, опять же, исходя из реалий, которые есть у нас, это не очень затратно. Возможно, в вашем случае вы сочтете, что это дорого и будете искать другое решение. Но для этого объекта давайте решим, что мы уходим на 1,4 метра. Все остальные данные у нас остаются так же, как и были раньше. Не забываем сохранить данные. И сразу же идем к результатам. Проводим расчеты. У нас опять появляется сообщение, что наши расчеты неправильные. Давайте посмотрим, что изменилось и чего мы добились углублением нашей траншеи. Все данные остаются неизменными. Все, как и раньше. По краткосрочной перспективе у нас и так вопросов не было. На долгосрочную перспективу в верхней части мы добились того, что мы ушли на значение 2,66, что выше, чем 2,5. Но в нижней части трубы у нас по-прежнему остается критическая зона, которая требует решения вопроса. Давайте подумаем, что еще мы можем сделать, чтобы наши расчеты были подходящими. В этой вкладке данные по траншеи мы уже находились. Давайте перейдем к следующей вкладке. Здесь информация по нашей подушке. До данного момента мы использовали подушку 90 градусов. Давайте увеличим подушку до угла опора 120 градусов, что тоже, в принципе, экономически может быть приемлемо. Сохраняем данные и возвращаемся к вкладке результатов. Проводим расчеты. И здесь прошу обратить внимание, что уже не появляется вот этой кричащей надписи, что наши расчеты неверны. Появляется сообщение, что расчеты верны. И опускаясь ниже, мы проверяем данные по нижней части. И здесь мы благополучно пересекли рубеж в 2,5. Опять же, все эти данные, все эти изменения, они подразумевают под собой экономическую нагрузку. И здесь решение будет необходимо принимать исключительно проектировщику. Ну, имеет ли смысл это про водителей? Давайте выстрелим себе в ногу. Необходимо уходить на другой материал. Но на данном этапе эти расчеты верны. Предлагаю, давайте заново усложним программе жизнь. Движение. Пусть теперь у нас будет грузовик не 12 тонн, а пусть это будет грузовик 26 тонн. Сохраним данные. И вернемся к результатам. Производим заново расчеты. И опять у нас появляется кричащая надпись, что наши расчеты не верны. Смотрим, где у нас могут возникнуть проблемы. В краткосрочной перспективе опять никаких осложнений не предвидится. В долгосрочной перспективе все показатели по нагрузкам на трубу у нас ниже, чем 2,5. Опять же, мы можем уйти в верхней части наших расчетов к использованию коэффициента 2. Если мы это делаем, сохраняем данные, проводим расчеты. Видите, как все резко изменилось, и наша труба начинает работать замечательно и без проблем. Здесь уже решение каждого проектировщика, какой коэффициент использовать. Но мы будем настаивать, мы хотим, чтобы у нас все было железобетонное, чтобы работало отлично на всех этапах функционирования данной трубы. Поэтому мы вернемся к коэффициенту 2,5 и будем искать другое решение. Сохраняем данные, проводим расчет, и нам выдает ошибку, которую мы видели раньше. Давайте подумаем над решением, которое мы можем применить, чтобы не нарушить целесообразность использования нашей трубы для сложившейся ситуации. Опять же, мы можем поиграть с различными трубами. То есть, чем больше давление трубы, соответственно, ее прочность из-за большей толщины стенки будет увеличиваться. Но, как я говорил ранее, это все может привести к увеличению себестоимости проекта. Что, опять же, зависит от решения, которое будет принимать клиент. Я предлагаю ставить трубу, которая была раньше. По траншее. Мы с вами уже ушли на глубину 1,4. Можно уходить и дальше. Но, опять же, экономическая целесообразность. По подушке. Опять же, мы можем уйти на 180 градусов. Но это подразумевает под собой еще большее количество материалов, которые будет необходимо привести. Дальность тех карьеров, откуда можно привести этот песок или гравий. Транспорт, техника. Насколько это приемлемо. Я предлагаю все-таки не уходить в этот экстремальный вариант и оставить на 120 градусах, как у нас было ранее. Эту часть мы трогать не будем, потому что с почвы у нас здесь все понятно, и она такова, какова она есть. Здесь давайте положим просто бетонную плиту в точках прохода транспорта. Ну, или всегда остается вариант просто предотвратить проход транспорта, но мы будем идти, скажем так, по наименее желательному варианту. Поэтому я предлагаю положить бетонную плиту в том месте, где у нас будет проходить транспорт. У нас будет зона с покрытием. В этой части мы видим транспорт, который будет проходить. Все данные введены, а здесь плита. Вне зависимости от того, какой материал у нас будет использован, программа всегда запрашивает его в двух частях. Давайте предположим, что наша бетонная заливка будет 20 сантиметров толщины. Соответственно, это будет 0,1 и 0,1 метра. Здесь необходимо указать модуль компактации. И эти модули, грубо говоря, общие данные приведены в этой таблице по различным. Тут и асфальт, и упрессованный гравий и так далее. У нас речь идет о цементной заливке. Поэтому 15 тысяч килоньютонов на миллиметр квадратный. И для этой части у нас то же самое. Мы положили бетонную плиту. Сохраняем данные и возвращаемся к результатам. Считываем. Считываем. И все. Наши расчеты опять становятся верными. Появляется вся информация. В этой части у нас появляется информация по транспорту, который будет проходить. В этой части появляется информация о бетонной плите, которую мы будем использовать в месте прохождения транспорта. И результаты по краткосрочной перспективе все приемлемы. В долгосрочной перспективе деформация намного ниже, чем 5%. Результаты по давлению на трубу коэффициент безопасности во всех случаях превышает 2,5%. Соответственно, данный расчет верен. И опять же, вернувшись наверх, мы его можем сгенерировать, нажав на эту кнопку. И опять же, у нас появляется опция или сохранить, или распечатать. Грубо говоря, сейчас вы увидели различные возможности программ. как их использовать? Как их использовать? Это решение должен принимать каждый проектировщик или, грубо говоря, то лицо, которое проводит эти расчеты. Здесь очень важно, скажем так, не подтягивать какие-то данные, а вводить информацию намного более, как можно более реальную, приближенную к реальности. Потому что все это даст нам уверенности в том, что наша труба будет впоследствии работать без каких-либо осложнений, и все будет замечательно. Также хотелось бы отметить, смотрите, наша компания, наши технические специалисты сталкивались уже несколько раз в различных регионах, где проводились расчеты и так далее, с тем, что многие проектировщики как базовое понимание считают, что труба, работая при максимальном давлении, ведет себя намного лучше, чем труба пустая. На самом деле это прерогатива механических расчетов для расчета траншей, если труба пустая, она ведет себя лучше, чем труба, работающая при максимальном давлении. Все это присутствует в нормативе, это не особенность нашей трубы. Те же самые данные у вас будут появляться и с трубой полипропиленовой, полиэтиленовой, из обычного ПВХ, но многие проектировщики, и мы дали себе в этом отчет, делают эту ошибку. Поэтому вот этот момент необходимо учитывать. Также еще хотелось бы привлечь внимание, что программа работает на базе норматива АТВ А127, который всем знаком, и всем известно, что этот норматив учитывает работу трубы как полипропиленовая, полипропиленовая, пластиковая труба. Также мы столкнулись, что видели нечто в форме наших расчетов для полипропиленовой трубы. Уверен, что все здесь присутствующие понимают, что компания при создании этой программы технические характеристики полиэтиленовых труб безусловно не вводила в опции. Поэтому все физико-механические характеристики трубы здесь именно трубы из ориентированного ПВХ класса ориентации 500. И в принципе все у нас прибавилось приветствую всех, кого не видел в начале. В принципе добавить мне больше нечего. Надеюсь, что я смог показать различные опции и удобство использования программы. Предлагаю всем здесь присутствующим использовать ее, потому что на самом деле очень удобный инструмент и в очень скором времени сможем вас оповестить о том, что программа уже переведена и отлично работает на русском языке. Впоследствии даже рапорты, которые будут проводиться, выдаваться программой, их в принципе можно будет прилагать к проектной документации, потому что все эти расчеты это не какое-то эксклюзивное ноу-хау, они проводятся исключительно по стандарту АТВ-127 и в принципе проектировщики используют именно этот норматив для утверждения той или иной трубы и для каждого проекта. спасибо всем огромное за участие, рад вас всех, ну возможно не видеть физически, но хотя бы так, рад, что все в добром здравии и жду вас на следующих семинарах, если будут возникать какие-то вопросы, можете со мной связываться и если скажем так моих познаний в этой программе, потому что тем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю, если моих познаний все же будет недостаточно, у нас есть сильный технический отдел в компании и мы ответим на все ваши вопросы и я уверен, что вам очень понравится использовать эту информацию. Спасибо большое, до свидания и всего добра. Спасибо.